Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос у моего мужчины, кризис или депрессия, похоже я его развелась ссорами. Как нужно вести себя, чтобы помочь ему быть в этом состоянии? Свою ошибку я уже поняла. Пишет автор вопрос, пожелавший остаться анонимным. Ну, смотрите, в первую очередь я думаю, что вам надо бы отказаться от идеи, что это вы его добили. Это первое, на мой взгляд, что нужно сделать. Потому что, какие бы ссоры не были, какими бы конфликты между вами не были бы, на мой взгляд, вы человека довести не можете. А если у человека началась, скажем, депрессия или кризис, то дело это не в вас, а в нем. То есть это в нем исключительно дело, а вы здесь, на мой взгляд, по крайней мере, не совсем при чем. Причем, вот, это первый такой момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. То есть не нужно брать ответственность за состояние человека, вне зависимости от того, как тот или иной человек. Приходит, значит, к определенному своему состоянию, вот, вне зависимости от этого. Человек приходит к своему состоянию сам. И ответственен он, в общем-то, за него тоже сам. Если вы будете брать на себя ответственность, то это будет давать довольно серьезные преференции мужчине. Он будет, ну, в плане, ну, в плане выгод, такого, такого состояния, вот. И, соответственно, выходить из него он не будет, вот. Равно как и то, что если вы за комбинции к ссорам, да, начнете упускать свои интересы, да, начнете упускать свои интересы, да, какие-то взгляды, да, вот, и так далее. То есть если вы будете делать, вот, если вы будете делать так, тоже, то точно такая же история. То есть если вы, мужчине, в общем и целом, просто не нужно будет, значит, выходить из своего состояния. Ну, просто, ну, просто зачем, просто зачем, просто для чего. Вот, если он, условно говоря, получает какие-то прямые, вообще, ну, прямые плюсы от этого состояния. Вот. Дальше. Вам не понравится. То есть я скажу, но тот факт, что вы говорите о том, что свои ошибки вы поняли, вот, говорит о том, что вы ничего особенного в себе не изменили, и что вообще-то вам нужна психотерапия. А почему? Потому что вы не совершали ошибок, вы не ошибались. То, что вы ссорились, это ваш способ, такой способ плохой или хороший, сейчас это не так важно, вот. Но это ваш способ обратиться с вашими чувствами, вот. Это ваш способ обратиться с проблемными чувствами, даже. Никакой ошибки здесь нет. Отвち что мы об ν., мы был очень зависимый дом, говорить о том, что вы не правы в ссоре. А также было бы, пожалуй, что live enn., вот. А Потому что в ссоре может быть не очень хорошая форма, да. вот форма может быть действительно не очень хороша, это правда, ну возможно, что за форму вам можно было бы измениться или сказать, что вы на самом деле этого не хотели и что на самом деле вы хотели немножко другого, чего-то другое, но тем не менее это не ошибка. Пока вы относитесь к своему поведению как к ошибке, я боюсь, что в вашей жизни, скажем так, да, особенно ничего не изменит. Я боюсь этого, потому что человек, который относится к себе, значит, ну вот с такой позиции, да, этот человек склонен и чувство вины испытывать, и неуверенность в себе, и манипулировать. Таким человеком, к сожалению, куда легче. Вот. Как бы это вот сейчас неприятно для вас звучало. Поэтому разрешите мне усомниться в том, что вы поняли, как вы говорите свои ошибки, именно в том, что вы поняли свои ошибки, выражаясь с вашим языком, и заключается ваша ошибка. Именно в том, что вы поняли свою ошибка. Вот я понимаю, как это звучит, да, я понимаю, как это может звучать. Вот. Ну вот, позвольте мне дать вам примерно такой ответ. Ну, по крайней мере, в этом ключе, в этом аспекте. Дальше. Значит, вам необходимо исследовать психологическую игру, скандал. Обязательно. Для чего это делать? Зачем это делать? Потому что ссоры, конфликты не возникают на пустом месте. Это тоже важно понимать. Если они у вас появились, да, вот, ну, появились у вас конфликты, появились у вас насчет скандалы, вот, у этого есть обнования. В частности, все, в частности, все, в частности, все, в частности, человек, который участвует, скажем, ну, вот, скажем так, да, участвует. Ссоры — это человек, который не очень хорошо знаком с своими чувствами, боится эмоциональной близости, вот. И это человек, который привык проявлять свои чувства несколько инверсированно, вот. То есть, ну, то есть, не так как они есть. Не аутентично, то есть. Следующий момент, на который хотел обратить ваше внимание, я — это момент о том, как вести себя с мужчиной. Собственно, то, о чем вы спрашиваете. В первую очередь, вам желательно говорить им о том, с чего вы хотели в этих сорок, говорить им о своих потребностях, говорить им о том, что вы хотите, вот. Ни в коем случае, ни в коем случае не отказываться от своих каких-то интересов, вот. Ни в коем случае не отказываться от своей позиции, ни в коем случае не отказываться от того, что для вас важно, ни в коем случае не как-то вот, значит, не отходить от этого. Ни в коем случае, потому что это будет вызвать только разрушение и зло у мужчины, и давать ему такое ощущение, вот, что на вас нужно повлиять, вот. Что, опять же, бывает нас как идея о преференциях, о выгодах вторичных и не только. Второе, что нужно, что можно сделать, второй момент. Второй момент касается того, чего вам хочется сделать для человека, вот. То есть, есть ли что-то на данный момент, что вам хочется для человека делать, вот. Понимаете, да? То есть, как бы, то есть, как бы... А, остались ли у вас к нему? Ну, какие-то чувства? Соответствующие ваши направленности на мужчину. Вот. Причем, конечно же, речь идет не о том, чтобы соблюдать, вот. Речь идет исключительно о том, чтобы делать для человека то, что хочется вам. Не больше и не меньше. А если такая история есть, то есть, если вам хочется чего-то делать для человека, вот, делайте на здоровье и, собственно говоря, это вас, мужчине, вот именно, ну, именно ту необходимую поддержку, которая ему нужна. Жертвовать собой не нужно и брать ответственность на себя за его чувства не нужно тоже, вот. Со всеми рейкетными чувствами, таким как злость, обида, вина, раздражение, лучше всего поработать с психологом, вот. И с мужчиной искать точки, точки общего соприкосновения, то есть, искать точки того, что между вами есть и может быть общего. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. 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 Продолжение следует...